Здравствуйте! Не успели мы в четвертой власти обсудить свободу слова и вседозволенность, а вот и пример из жизни. Журналисты Северпоста не жалеют ни стариков, ни детей в погоне за рейтингами. Накануне раздули сенсацию с родильным домом. Мало того, что напугали мамочек, так еще смешали в прямом смысле этого слова с дерьмом город-герой Мурманск, да и область, так сказать, до кучи. Впрочем, это, как выяснилось, ни первая небылица. С одной стороны, понятно, что Северпост как информационное агентство работает по принципу пылесоса, собирая чужие новости. С другой стороны, не ясно, почему он сасывает, преимущественно с сайтов, в том числе иностранных и московских, где о Мурманске и области пишут плохо или очень плохо. Вот заголовок на Северпосте, а вот на норвежском Баренцапсервер. Роснет якобы заморозила свои проекты в Мурманске. Это версия флешнорда, а это Северпоста. Мурманский вестник якобы улечен в экстремизме. Слава богу, у нас нашелся телефон Милонова, так что теперь мы знаем, как слепили эту халтуру. Впрочем, я не права, иногда Северпост все же не заимствует, а генерирует оригинальные сообщения, как, например, Дезу о том, что бизнес-омбудсмен купил сайт Норд Ньюс. Сам Игорь Маарар и сотрудники издания этот факт опровергли и даже разместили ответную статью под названием «Рыба гниет с головы», видимо, подразумевая редактора и создателя Северпоста Дмитрия Высоцкого лично. И действительно, чего этот сайт вдруг пожелтел? Журналистка среде пополз слушок, что таким образом Высоцкий просто шантажирует уполномоченного по правам предпринимателя. Он, Дмитрий, сам не прочь кому-нибудь продаться. И даже цена известна, что-то около трех миллионов. Вот только никто не берет. О том, что желтая пресса в Заполярье в последнее время просто взбесилась, теперь уже шепчутся за спиной. Накануне сетевое издание «Гражданские силы РУ» опубликовало собственную версию причин такого бешенства. Прогноз авторов неутешителен. На рынке интернет-СМИ грядет передел. Триумвират «Северпост», «Флэшнорд» и «Блогер 51» скоро распадется. Последнее, скорее всего, вольется в один из медиахолдингов. Коли так, судьба «Северпоста» не завидна. Среди инвесторов, судя по всему, дураков заплатить три миллиона нет. Если только за границей ему не поможет, остается уповать на иностранные гранты и маршировать в пятой колонии. История с родильным домом показала всем, что «Северпост» в погоне за рейтингами не щадит ни стариков, ни детей, ни мэров, ни губернаторов, ни имидж малой родины. Господи, ну купите его уже кто-нибудь, хотя бы за 30 серебряников. Субтитры сделал DimaTorzok